Всем привет! С вами Светлана и Екатерина. Я готова наконец-то подвести итоги пути художника Джулии Кэмерон. У меня закончилась 12 неделя, и я теперь совершенно от нее свободна. И по просьбам зрителей, сегодня в кадре у нас Светлана в качестве стороннего наблюдателя, независимого... Реисперта. Объективного. И первое, что я хотела бы сказать, это огромное спасибо Джулии Кэмерон, что ее курс состоит всего лишь из 12 недель, а не из 12 месяцев, потому что моя роль терпеливого друга стала себя исчерпывать, и мои нервы уже были на пределе от этих сложных ранних понедельников. И давай ты нам в паре слов расскажешь о том, что у тебя было на 12 неделе, и мы перейдем к обсуждению плюсов и минусов этого курса. 12 неделя называлась «Восстанавливаем чувство веры». Это заключительная неделя, на которой мы должны были повторить и закрепить материал, что творчество требует от нас восприимчивости и полного доверия. Мы ставили перед собой творческие цели и давали обещание, что будем использовать все методики, которые нам дала Джулия Кэмерон. Вот этот момент меня очень сильно смущал, поскольку после 12 недели есть такая штука, как творческий контракт, где я обязуюсь еще 3 месяца как минимум соблюдать творческие свидания и утренние страницы. Я должна это писать и должна ходить на творческие свидания. Такое впечатление, что меня заставили это подписать, заключить контракт с дьяволом. Да, Джулия Кэмерон на этой неделе говорит такую правильную вещь, что не нужно торопиться со своим творчеством, пусть оно вызревает вас и потом по капле вы будете его давать миру. Вот в этом я считаю, она права. Это как это есть пословица, поговорка «поспешишь, людей насмешишь». Да, не надо спешить. Надо написать, проанализировать, может быть, исправить, написать еще, либо нарисовать у кого, что, собственно, куда путь художника, кого и приведет. А теперь, как Света и сказала, давайте поговорим о положительном и об отрицательном за все, что было на 12 неделях. И за 12 недель лично для меня было больше отрицательного, чем положительного. Давайте тогда начнем с хорошего. Когда Катя стала проходить путь художника, я заметила один очень положительный момент, но этот момент длился ровно до 9 недели, когда надо было перечитать свои утренние страницы. Ты даже помнишь все. Я все запоминала специально ради тебя. После первых буквально 2-3 недель Катя стала гораздо спокойнее. У нее появился какой-то внутренний баланс и даже она стала менее резко реагировать на негатив. Она такой человек, что она обычно очень резко выплескивает свои эмоции, потому что ей надо этот негатив излить, чтобы внутри нее его не оставалось. Я его прочистила и пошла дальше. Это буквально выражается в том, она переходит на пешеходной дорожке на зебре, едет машина, которая не останавливается, ей хочется ее пнуть, вслед ему надо что-то обязательно сказать нехорошее. После начала курса я перестала это замечать, она абсолютно спокойно стояла на дорожке. То есть она, наверное, в своих утренних страницах все очень хорошо описала про этих водителей, которые не останавливаются на зебре. Мне кажется, это вообще самый положительный, наверное, эффект от этого курса. Она и сейчас гораздо более спокойнее, чем до начала, потому что в момент прохождения этого курса у нее были инструкции. Она вообще любит инструкции. Катя тут человек, который даже доширак заваривает по инструкции. Я всегда делаю творчески. Я открываю пакет, я наливаю туда воды, бухаю туда сырочек, лучочек. В общем, там 3 минутки подержала, хотя если там надо 5. В общем, все всегда на свой вкус, очень творчески. Пачка доширака. Мы изучаем подробную инструкцию. Как надо открыть, с какой стороны, сколько залить воды, по какую мерочку. Здесь то же самое. У нее появилась инструкция, как ей надо действовать. Она очень четко шла по этой инструкции. Вот мне, кстати, кажется, что в процессе обучения, наверное, тебе это очень сильно помогало писать всякие эссе, курсовые доклады, потому что к эссе, курсовым и докладам я тоже подходила точно так же. Я написала, сдала, мне говорят, это не эссе. Надо было врачи дальше писать. Хорошо написано, но не эссе. Заберите, перепишите. А вот у Кати, наверное, такого не было. Не было никогда, конечно. Тем более, Света, у меня была методика русского языка, где нам все выдавали по плану. Благодаря этому я могу анализировать тексты. Вот, вот это тоже положительный момент. У нее появилась эта инструкция, она четко по ней работала. Хотя я бы тоже, я бы к этому курсу подошла иначе, и как мне кажется... Я думаю, каждый человек бы подошел иначе. Да, я бы не стала делать все задания, я бы не стала вообще все эти моменты в себя вбирать. Я бы все равно, я бы сначала прочитала всю книгу, выдрала оттуда куски, которые мне нужны, и следовала бы только им. Катя же стала проходить все четко по плану. Свет, мне кажется, каждый человек бы прошел его по-своему. Я тоже так думаю, но, понимаешь, мне кажется, что мой подход в данном случае был бы более правильным. Потому что я бы заранее знала... Но для тебя он был бы правильный. Да, я бы заранее знала, что мне придется эти утренние страницы перечитывать. Для тебя этот момент стал самым большим, наверное, камнем преткновения в этом курсе. И он тебе испортил все впечатление от курса в целом. Практически все положительные моменты эта девятая неделя убила. Да, потому что... Потому что пришлось перечитывать эти страницы. И следующие три недели, они уже у меня шли без воодушевления. Так, лишь бы уже пройти, формально все сделать и отлично. Да, последние три недели это было уже не прохождение курса «Путь художника». Это было мучение с курсом «Путь художника». Я, конечно, немножко утрировала, что Катя только по инструкции в жизни действует. Это, естественно, не так. Бывает и без инструкции. Но у нее есть такой пунктик, что ей... У нас в России вообще должно быть гибкое мышление, иначе не выживешь. Да, что у нее какие-то инструкции, планы, да, то, что она строит, ей это очень сильно помогает. Я, например, со своими планами, мне они никогда не помогают. Хотя я очень хочу что-то себе распланировать, я обычно все, что я запланировала, это у меня все в топку, в печь. Хотя при этом для тебя это было бы логичнее, как для человека с математическим, там, логическим мышлением. Наверное. Так вот, самый положительный момент этого курса – это то, что появилось какое-то внутреннее равновесие. Я хотела сказать, что методики Джулии Кэмерон, они очень расхвалены, но они, естественно, работают не для всех. На мне какие-то методики ее вообще не сработали. Я не увидела никакой прелести, ничего для себя в утренних страницах. Хотя я нормально встаю рано утром, я могу спокойно встать в 5 утра, хотя я не жаворона, конесова, я просто люблю очень сильно спать. Я могу спокойно встать в 5 утра, в полпятого, в 6 утра, когда мне нужно. Я практически сразу соображаю, особенно внешне, это всегда кажется, что я очень сильно соображаю, когда внутренне я сплю. Но утренние страницы мне ничего не дали. Наверное, это еще и от того, что я лет 13 вела дневник. Вела я дневник очень долгое время, я вела его много лет, потом у меня был перерыв. И сейчас, благодаря этим, благодаря утренним страницам, я поняла, что мне надо вести не утренние страницы, а мне надо, скорее всего, снова начать вести дневник. Поэтому утренние страницы мне не дают чистку, вот этот эффект чистки ваших мозгов, поскольку у меня есть такая беда, я не могу вылить из себя поток сознания свой, поскольку я очень четко себя контролирую, я не могу выдавить то, что внутри меня кипит. И то, что я вылила это в первые недели, мне пришлось это перечитать, мне от этого было очень нехорошо. Но, кстати, я когда дневник в свое время вела, я никогда его не перечитывала. Если там были какие-то куски, стихи, вот это вот, я это выписывала. И сейчас я из утренних страниц все эти свои творческие куски, которые случайно были написаны утром, я их выписала себе, и поэтому вот практически после записи этого видео я пойду торжественно сжигать утренние страницы ровно в две тетради. Это же даже, наверное, шаманский танец вокруг них спою, чтобы дым пришел Джулии Кэмерон и осветил, может быть, ее бытие. Я что хотела сказать по поводу утренних страниц. Например, для меня такой прием, как утренние страницы, совершенно не подходит, потому что я просыпаюсь в невменяемом состоянии. Первые полчаса я не понимаю вообще ничего. Я, если в эти первые полчаса завтракаю, я не понимаю, что я ем. В этот момент мне можете даже подошву от сапога принести, я ее съем, абсолютно не понимаю, что это. Проведем эксперимент. И если говорить о том, что в этот момент мне надо что-то написать, ну, может быть, какие-то закорючки, которые не будут похожи на слова, я из себя выдавлю. То есть я буду думать, что это слова, а это будет просто, знаете, вот так вот. Это как бы кружочек, кружочек, да, рецепт врача. Но мне кажется, сама методика написания трех страниц в день весьма полезна, но только надо ее перерабатывать для себя. Например, я считаю, что если ты хочешь развиваться в качестве писателя, то надо эти три страницы просто писать на какую-то заданную тему. Да, вынуждать себя принуждать, но в итоге через какое-то время ты все равно ощутишь уже какой-то прогресс именно в письме, потому что над любым творчеством надо работать и работать каждый день. Рисуешь ты, танцуешь ты, пишешь ты, готовишь ты пироги, я не знаю, играешь на балалайке, да. Над этим надо работать каждый день. И вот этот прием утренних страниц надо просто адаптировать под себя, как вам будет удобно. Кому-то удобно писать вечером, кому-то утром, кому-то в обед, кому-то в ванне, кому-то ночью. Кстати, моя вся деятельность обычно начинается в тот момент, когда мне надо идти спать. Меня просто распирает от каких-то идей, я начинаю вулканировать просто, мне надо срочно где-то записать. Утром я просыпаюсь, если я это не записала, я, естественно, про все забыла. А у меня тут происходит всегда в разное время, я не могу за этим уследить. Ну вот, а я уже заметила. По молодости лет, да, тоже был вечер-ночь, а теперь нет. Иногда в 10 вечера все, что я хочу, это баиньки. Ночь, любимое время потворить. Второй большой плюс от курса Кэмерон, это то, что Катя наконец-то почувствовала этот творческий толчок, это наконец-то произошло, у нее появилась идея, над которой она теперь может работать. Кстати, я хотела сказать, дополнить к этому, что для меня самая продуктивная неделя, которая мне реально дала огромный толчок и заряд, как ни странно, это была неделя без чтения. В неделю без чтения я просто фонтанировала. Поэтому до сих пор я держу себя в рамках, что Катя не больше 6-7 книг в месяц. Ну, кстати, в октябре это уже не вышло. Чем меньше я читаю, тем больше из меня прет своего почему-то. Ну, потому что, когда ты читаешь, ты впитываешь в себя чужое творчество, чужие мысли, чужие события, чужие жизни. Когда ты не читаешь, а твой поток сознания, твое воображение пытается восполнить вот это вот отсутствие чтения, ты начинаешь генерировать свои идеи. В первые дни недели без чтения я, наверное, была как наркоман, у кого-то ломка, у меня было вот это вот, тут надо записать, это надо записать. Смотри, этот шоколад состоит, здесь столько-то процентов сахара, столько-то процентов какао. Не, ну с шоколадом, да, это было странно, наверное, со стороны. И еще из положительных моментов, мне понравились творческие свидания. Вот я знаю, да, для кого-то работают утренние страницы, не работают свидания, у меня получилось наоборот. Утренние страницы, причем я не буду их писать сейчас эти три месяца, я уже веду дневник, я пишу поскольку, поскольку, поскольку хочу. То есть я написала столько, отлично, значит, вот мне захотелось сегодня написать в своем дневнике вот столько. Если мне нечего написать, я не буду садиться и жаловаться на жизнь в дневнике. Я и так это отлично делаю внутри себя. Мне понравилась методика творческих свиданий, то есть где-то... Надо в ту часа жаловаться на жизнь. Да, это вообще неправильный подход. Никогда не жалуйтесь на жизнь. Особенно прилюдно. Никогда не говорите, что у вас что-то болит, вам плохо или у вас нет настроения. Обязательно кто-нибудь воспользуется. Мне понравились творческие свидания, они заключались в том, что вам надо где-то два часа в неделю проводить один на один с собой. Вот эта методика тоже дает много интересного. Во-первых, вы начинаете думать, как вы проведете этот день. Давайте теперь перейдем к минусам. Из того, что я видела, я для себя выделила три огромных минуса. Первый из них это то, что Джулия Кэмерон настаивает на Боге. Она настаивает... Вот, я согласна. Я хотела сказать, что под Джулией Кэмерон ваше творчество, ваше возрождение творческое невозможно без веры в Бога. Если вы не верите в Бога в конце 12 недели, значит вы себя стопорите этим. В моменте о том, что в каждом человеке есть творческое начало, я с Джулией Кэмерон согласна. Я не согласна с тем, что добиться успеха в своем творчестве вы можете только в том случае, если вы верите в Бога. Если изначально в курсе она говорила о том, что вы можете Бога заменить на любое удобное вам слово, на творчество, на творца и так далее, то потом она всеми своими заданиями, она все равно выталкивает к понятию Бога, да, именно к понятию Бога, к религии. Джулия Кэмерон нам говорит, что если вы в Бога не верите, то вы бездарь, ничего вы не добьетесь. То есть Джулия Кэмерон совершенно на полном серьезе пытается донести до нас мысль, что такие люди, как Сартер, Камю, Докинс, Хокинг, Зигмунд Фрейд, Луис Бунюэль, Джеймс Кэмерон, Пазолини, да, Йен МакКеллан, что все эти люди это просто бездари, потому что они не верят в Бога. Ей не кажется, что уже какой-то вот, знаете, дисбаланс вызывают ее слова, что эти люди, хоть они и не верят в Бога, но они очень творческие, и каждый из них добился огромных успехов в своем творчестве. Мне кажется, это особенно ярко видно на примере экзостенциалистов Сартра, человек, который полностью отрицал существование Бога, и при этом, ну да, тут Джулия Кэмерон сказала, ну смотрите, какой он аморальный человек в жизни. Тогда у меня большой вопрос к Джулии Кэмерон, аморальна ли она? Потому что поднимая факты ее жизни, оказывается, что она тоже не такая уж высокоморальная особа. Но она же все пережила в себе. Мне кажется, что религия и вера в Бога, это очень такая вот личная почва, это очень личная вещь, и решать здесь может только сам человек. Я очень не люблю тех людей, которые лезут именно в этот вопрос. Это может быть с любой стороны. Тебе кто-то будет доказывать, что Бога нет, да, и он также будет лезть тебе и навязывать свое мнение. Либо же тот, кто наоборот будет говорить, что вот только вот вера в Бога тебя может спасти. Я не люблю ни одну сторону, ни другую. Вера в Бога, религия — это личное дело каждого человека. Никто не имеет права лезть вот в эту вот вашу область. Это ваш выбор, только ваш. Поэтому мне очень не нравится тот момент, что Джулия Кэмерон очень тесно связывает творчество и Бога. Даже не то, чтобы связывает, она их сливает в одно целое. Для нее это одно. Для меня большой был неприятный момент, это то, что Джулия Кэмерон берет на себя роль психолога, при этом не имея, естественно, соответствующей квалификации. Она мне не дает психотерапевта в нагрузку. Она начинает копаться в детстве, начинает копаться в каких-то ваших негативных моментах в жизни. Вот это, знаете, я вот тут вам пальчиком сейчас в ранку залезу, вот тут вот покручу, поверчу, а потом мы с вами вот примем это вот так вот и пойдем дальше на следующую неделю. Это один из самых больших минусов курса. Мне кажется, что такие вещи, как копание в детстве, в принципе, недопустимы. Зачем в нем копаться? Вот представьте, у вас все отлично, да, вы хорошо живете, у вас отличная семья, у вас прекрасные отношения с родителями. И тут Джулия Кэмерон вам говорит, а вы подумайте-ка, вот вспомните все свои негативные моменты, которые у вас были в детстве, что вам не додали родители. И вы начинаете копаться. И вы там вспоминаете, что в возрасте пяти лет мама не купила вам в магазине игрушку лего. И как вы вспоминаете то чувство, какое у вас было, да, в пятилетии в возрасте, обида, да, смертельная. И вы это чувство принимаете сейчас на себя. Зачем в этом копаться, вытягивать это все наружу? Это все давно осталось в прошлом. Нельзя жить в прошлом. Жить можно только настоящим моментом, в прошлом жить не надо. Все, что было в прошлом, осталось в прошлом, оставьте его там ради Бога. Вот, пожалуйста, ради Бога. Просто своим курсом, с некоторыми заданиями, она вскрывает ряд проблем, она реально их вскрывает, но не говорит, что с ними делать дальше. Ну, потому что она не знает. Она говорит, примите их, да. Но если уж ты взяла на себя такую роль, вскрыть эту проблему, то дай хотя бы краткую там наводку, как с ней бороться. Инструкцию. Не все, да, инструкцию. Не все люди могут самостоятельно бороться с какими-то своими проблемами. И давайте выделим последний минус. Это мотивационные задания. Когда мне Катя их читала, у меня периодически складывалось ощущение, что я нахожусь, наверное, в классе в пятом. И учительница, чтобы я не скучала на уроки и не загружалась вот этими сложными заданиями, периодически выдаёт нам что-то такое лёгенькое, чтобы мы вот поразвлекались. Вы не думаете пять жизней. А что бы вы сделали в 20 лет, будь у вас миллион долларов? Вот правильно у нас кто-то в комментариях написал, что такое впечатление, что задание Кэмерон, вот уровня мотивационного паблика в группе ВКонтакте, это так и есть. Я считаю, что мотивационные фразы, они помогают. И на меня действуют некоторые мотивационные фразы какие-то, да, я испытываю подъём эмоций, что мне тоже надо бежать и что-то делать. Но дело в том, что её задания, они ничего не несут. Это задание привязано к главе с определённой темой непонятно к чему. Да, да. То есть задание и сама тема главы никак не соотносятся между собой. Такое впечатление, просто надо было заполнить пространство в книге, надо было заполнить вам эту неделю чем-то. И вот что ей в голову пришло, то она туда вот и втулила. Цвет, эта книга основана на многолетней практике пути художника, которую она с реальными учениками вела. Я и не совсем понимаю, неужели её курс настолько... Может быть, когда она сама лично ведёт, всё это выглядит как-то по-другому. Хорошо, ответь нам теперь на такой вопрос. Ты жалеешь, что ты проходила этот курс или нет? А зачем мне жалеть? Нет, я не жалею. Были очень познавательных три месяца, я наконец-то узнала, кто такая великая Джулия Кэмерон, в чём заключаются её утренние страницы. Главное, когда вы будете, если вы будете проходить этот курс, не принимайте всё за чистую монету и думайте про то, что именно подходит к вам. Мне кажется, если ещё будете проходить этот курс, то не стоит ждать, что после этого курса вам тоже откроется какая-то, я не знаю, чёрная дыра к вашему творчеству, откуда вы всё вытащите и вдруг станете великим творцом каким бы то ни было, да, там, писателем, я не знаю, пианистом, артистом. Над этим нужно много работать. Над этим надо работать, и это явно не в рамках 12 недель, 3 месяцев, это годы и годы работы. Но Катя толчок к творчеству получила? Получила. Негатив хлебнула? Хлебнула. Так что впечатления от этого курса очень двоякие, я бы сказала, больше в негативную сторону, нежели в положительную. Мне кажется, из любой подобной книги надо брать что-то для себя, надо её читать, выделять моменты, которые вам подходят, и только этими моментами и заниматься. С Джулией Кэмерон стоит познакомиться, если вы хотите в себе найти какое-то творческое начало, да, или возродить его, как это делала я. Но вам нужно очень индивидуально к этому подходить. Вы должны понимать, что все эти хвалёные методики, возможно, не сработают на вас, или наоборот сработают. Что тут одного мнения быть не может, у каждого оно своё. И то, что подошло мне, не значит, что подойдёт вам, и также то, что не подошло мне, это не значит, что это не подойдёт и вам. От себя могу сказать, всё то, что я услышала от Кати, я знаю, что мне это не подойдёт, и я ни в коем случае не буду проходить путь художника, право писать и что там у неё ещё есть. Мне, кстати, дали уже давно, что книжка. Это всё точно не для меня. Если вы хотите творчески развиваться, то я могу посоветовать только одно это. Работать, работать, работать в том направлении, в котором вы хотите развиваться. Любое творчество требует огромной работы. Будете работать каждый день над тем, чего вы хотите достичь? Достигните этого. Не будете, никакая Джулия Кэмерон вам не поможет. На этом мы будем заканчивать. Обязательно нам рассказывайте о том, какой у вас опыт прохождения пути художника. Кстати, у нас же есть огромный плюс. Я такие классные пироги стала печь. Вот оно. Вот, наверное, самый главный плюс. Она, наконец-то, занялась кухней. Обязательно нам рассказывайте о своём опыте прохождения пути художника, или о том, как вы его проходите, или пишите о том, если собираетесь его всё-таки пройти. На этом всем спасибо за внимание. Всем пока!